Кругом необъятные поля. Земли было столько, что когда возле села она переставала рожать, то уезжали за много верст пахать, а потом и убирать хлеб. Уезжали на неделю, в субботу возвращались, мылись в бане, отдыхали, а в понедельник снова ехали в отъезжие. Таким запомнил свое детство в Самарских степях к югу от Самары Иван Остапов, Иван Степанович Остапов, карандаш которого когда-то знали все, кто любил книжки с картинками. Вот снова я, мальчишка озорной, вино весеннее глотаю жадно. И мать с отцом беседует со мной под песни Волги девушки нарядной. А начинались все его книжки с картинками в селе Романовка Николаевского уезда к югу от Самары. Там он и видел тех, кто с понедельника до пятницы страдовал в поле, в субботу мылся в бане, в воскресенье стоял в церкви обедню, а уже в понедельник снова отправлялся в отъезжие поливать потом землю. Там он видел тех, кто труда не боялся, и тех, кто от него отлынивал. Видел и запоминал все это на всю жизнь. Один конец села назывался Пенза, другой Орловка, а между ними тянулись куряне. Почему так? Этого уже никто давно не помнил. Да и считали, дескать, не нашего это ума дело. Только на Масленицу, когда становилось совсем скучно, дрочуны с разных концов села сходились разбивать друг другу носы, а потом вместе лечили синяки и раны в сельском шинке. Считай, что это и была вся его наука, ну или почти вся. Много разного увидел и узнал он и в другом селе, Борское, куда семья перебралась из Романовки. Там, в самарском селе Борское, отец Ивана Остапова решил вместе с двумя знакомыми открыть чайное заведение на Большой торговой площади. Думал, так, село Большое, площадь Главная, дела пойдут, забуду, куда деньги положил, так много их будет. Но дела шли не очень, и семья все равно еле-еле сводила концы с концами. Но вот зато воспоминания об этом чайном заведении отца на всю жизнь останутся в памяти Ивана Остапова. Останется шум-гам с утра до вечера, толпы народа, и граммофон, купленный отцом для привлечения клиентов. Граммофон казался чудом заморским, и просто взглянуть на него в заведение народ так и валил. А вот в полуподвале этой же чайной располагалась пекарня, где с зари до зари работали огромные кряжистые люди с засучными рукавами. Там мне было интересно смотреть на все, вспоминал позже Иван Остапов. Там я видел, как умелые руки раскладывали тесто, как потом на больших лопатах это тесто погружали в печь, а через несколько минут вынимали из этой печи подрумянинные крендели и булки. Этот запах памятен мне сколько бы не прошло лет. В чайной Остапов не раз видел и вступление бродячих труп, которые, зарабатывая на пропитание, гастролировали по городам и селам. Когда в село приезжала такая трупа, мальчику давали в руки две большие медные тарелки и отправляли на открытую веранду зазывать народ на представление. Делал он это с огромным удовольствием, хотя и сами представления тоже казались ему просто чудом. Я смотрел на них, как зачарованный, расскажет позже Остапов. Я помню фокусников, иллюзионистов, которые отрубали головы своим партнерам. Помню, как протыкали насквозь человека. Потом выходили в цветы в трико силачи, которые гнули рельсы и поднимали громадные тяжести, как мячиками играли двухпудовыми гирями. А под конец на сцену выпархивали красивые тети, которые, пританцовывая, пели разные песенки. Когда в 1914 году началась война, семья в поисках счастья решила перебраться в Самару. Здесь отца забрали на фронт, и вся большая семья осталась на попечении одной матери. Старался помочь матери и он, старший из детей, которому к этому времени исполнилось почти 10 лет, и который с самого раннего утра отправлялся в поисках случайных заработков сюда, на берег Волги. А здесь на Волге кипела, шумела и гудела разнообразная цветастая жизнь. Приходили и уходили белоснежные пароходы, буксиры тянули грузные баржи, а сверховьев Волги из-за Жигулевских гор медленно, как золотые лебеди, появлялись нагруженные душистым лесом беляны. Весь берег Волги был завален самыми разными товарами. Слышались гудки пароходов, брань и шутки крючников, которые весело сбегали на берег по тонким доскам. Прогибаясь, эти доски показывали, какую тяжесть носили крючники на своих плечах. Здесь же, в Самаре, недалеко от Волги, юноша посещал сорковые представления, куда его особенно тянула французская борьба. Ну, а когда началась осень, Остапов пошел в городскую школу. И там, на уроках, впервые взял в руки карандаш и краски. Тогда же он впервые переступил и порог магазина Головкина, где эти самые цветные краски лежали большими грудами, как драгоценности, от которых нельзя было оторвать глаз. В магазине стоял удивительный запах грунтованного холста и лаков. Позже Остапов так будет вспоминать это время. В магазине Головкина я, подросток, на 15-20 копеек покупал целую приигрышню акварельных красок и был на седьмом небе от счастья. В 1917 году по совету учительницы городской школы Остапов поступил на курсы при Ассоциации художеств, где впервые услышал имена больших художников, увидел их полотна и научился первым о заммастерства. Здесь же, в Самаре, на берегах Волги, будущий художник пережил гражданскую войну и страшный голод начала 20-х. В 16 лет он совершил свою первую поездку в Ташкент, город Хлебный, откуда привез домой два драгоценных мешка с хлебом и рисом. Когда голод ушел в прошлое и жизнь немного наладилась, вернулся к занятиям живописью и периодически брал уроки у Василия Гундобина, образованного человека и собирателя произведений старых мастеров, который ни раз и ни два показывал ему, юноше, висевшую у него на квартире портрет старика, о котором учитель говорил. А это Ванюша – оригинал Рубенса. В 1923 году, когда Остапову исполнилось 18, на каникулы в Самару приехал Василий Кифанов, который учился в это время в Москве, в студии Кордовского. «Давай, Иван, и ты к нам. На первое время смогу приютить тебя у себя, а там посмотрим». Мать продала шаль, собрала сыну денег на билет и на пропитание до Москвы. Так началась новая страница в его жизни. Потом были студия Кордовского, уроки, общение и многое другое. Были голод и холод. После окончания студии Остапов начнет самостоятельную деятельность с работы в издательствах. Так и будут сделаны первые иллюстрации. А в 1931 году художник переедет из Москвы в Ленинград. Именно здесь, в предвоенные годы, в Ленинграде, начнет формироваться собственный художественный почерк Остапова. Он будет пробовать себя в самых разных жанрах графики. Здесь он создаст интерьер с креслами и натюрморт с чайником. Портрет Муси и другой портрет матери. Интересные и не похожие одна на другую работы он будет перевозить из творческих командировок в разные города, среди которых были Новгород и Клин. Но все-таки главным героем графических работ Остапова на долгие годы станет город на Неве. Как правило, зимний город с низким небом и льдом, который затянул реки и каналы. Так не похожие вот на эту реку, Волгу, на которой прошли юношеские годы художника. Нет, Волга – это, конечно, не Нева и не Фонтанка. Волга – это Волга. Здесь другие закаты, другие краски и другие запахи. Но кажется, что в этих ленинградских рисунках Ивана Степановича Остапова все-таки что-то напоминало о Самаре и о Волге. Кажется или напоминало? С началом войны Остапов вошел в группу художников политического плаката «Боевой карандаш» и, став одним из активнейших ее деятелей, проработал в этой группе до самого конца войны. Той самой войны, когда ему тоже придется многое увидеть и многое понять. Я и жена в тревоге. С няней под Псковом на даче двое наших маленьких детишек. Горят Бадаевские склады, нависает угроза голода. По улицам идут ополченцы. Художник Белкин, бывший военный, обучает нас бросать гранаты. В городе строят доты. Город готовится к смертельной схватке. Враг у стен города. Надвигается суровая зима страшной блокады. Город без топлива. Воды и света. Город во мгле. Работаем из последних сил. Как хочется есть. Когда война осталась позади, Остапов вернулся к книжной иллюстрации. Вот здесь ему и вспомнились деревенское детство и чайное в Борском. И вот эти самарские улицы, где было увидено так много необычного. Все это вспомнилось и отозвалось, например, в серии иллюстраций к тургеневскому рассказу Муму. А разве не здесь, не в Самаре? Вот смотрел он иллюстрации к повести Сологуба Тарантас или к рассказам Григоровича. Воспоминания детства не оставляли художника. Сколько бы ни прошло времени и где бы он не жил. Именно из них, из этих самарских воспоминаний уже в 50-е годы всплывут образы отца и матери. И один единственный солнечный день, который тоже каким-то чудом остался в его памяти. Хрустальные, сверкающие дни. В кроватку юркну, словно суслик. А мамин голос надо мной звенит, что золотые смогуды гусли. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин